А вот что происходит в эти минуты в Барселоне, можем узнать у того же Алексея Пшемыского, мой коллега на связи со студией Подробности недели. Алексей, приветствую. Скажи, вот если каталонские лидеры все-таки решатся объявить независимость, чем на это может ответить Мадрид? У испанской власти вообще достаточно сил для того, чтобы остановить все подобные попытки? Добрый вечер, Алексей. Ну, скажу, что по событиям референдума 1 октября здесь, в Каталонии, думаю, что Мадрид должен достаточно четко понять, что для борьбы с каталонской независимостью будет готов использовать все силы и все средства. Напомню, тогда в стычках с полицией пострадали более 800 человек. Отмечу, что здесь, в Каталонии, Мадрид сейчас опирается в основном на силы гражданской гвардии Испании. По разным данным, еще перед референдумом в регион прибыло более 10 тысяч испанских правоохранителей. И они до сих пор остаются здесь. Отмечу, что вот буквально несколько дней тому назад в порт Барселоны зашли два боевых корабля испанского флота. И вот по некоторым данным, здесь же, в Барселоне, расположены и отряды испанского спецназа, которые должны будут арестовать Карлиуса Пучдемона в случае, если он все же объявит независимость. Ну, скажу, что, конечно, пока что все это больше похоже на своего рода такую игру мускулами. Напомню, что срок ультиматума, который Мадрид дал Пучдемону, истекает в понедельник. И даже если он не даст свой ответ, то власти страны все равно обещают отправить его в отставку. Отмечу, что здесь же, в Барселоне, Пучдемон уже оказался и под атакой своих же политических соратников. Сегодня депутаты из партии кандидатуры народного единства, которые вместе с политсилой Пучдемона составляют здесь большинство, потребовали от президента Каталонии немедленно все же объявить независимость, иначе пригрозив выйти из большинства. И таким образом это могло бы привести к отставке президента Каталонии. Вот, собственно, настолько сложная здесь сейчас ситуация. Сам Карлис Пучдемон пока что молчит, очевидно, готовя ответ Мадриду на понедельник. Ну и скажу, что вот несмотря на такую достаточно жесткую позицию руководства страны, вот сегодня появилась информация о том, что Мариана Рахой, премьер-министр Испании, все же проводит переговоры с испанской оппозицией на предмет внесения изменений в Конституцию, которая бы дала более широкую автономию Каталонии взамен на отказ от независимости. Но о каковы детали этих переговоров пока что неизвестно. Я думаю, что новости мы узнаем уже в понедельник. Но, конечно, очевидно, что в понедельник, как ровно, скорее всего, и на следующей неделе каталонский кризис не закончится. Алексей. Ну что ж, дождемся понедельника. Спасибо. Это был Алексей Пчемыский на связи из Барселоны.